Любовь Любовь – это единственное чувство, которое растет, делясь с другими. Антуан де Сент-Экзюпери. Ты выйдешь за меня? Ну, я даже не знаю. Да, конечно, выйду! Мам, мам, представляешь? Сережа сделал мне предложение! И мы уже подали заявление! Крутотенюшка, да? А? Что? Куда? Какое предложение? Заявление? Я ничего не понимаю. Ты вообще о чем? Ну, мам, ну, родная, я замуж выхожу! Ты рада? Да-да-да, я очень! Как это замуж? Ну, вот так. Мы любим друг друга и хотим быть вместе навсегда. Подожди, Лолита! Так нельзя! А как же институт? А мы? А что папа скажет? Я не пойму. Ты что, не рада за меня? Да нет, рада, конечно. И Сережа хороший мальчик. Но это все как-то рано. И тебе только восемнадцать стукнуло. Ой, ничего не рано. Ты сама вышла замуж двадцать лет. И вы до сих пор с папой вместе. И ты любишь его. Да, но тогда время другое было. И вообще... Мам, заявление в ЗАГСе. И вы с папой приглашены. Свадьба через месяц. Не делай и себе, и мне нервы. Пожалуйста. Люблю тебя. Вот и выросла дочь. О, привет, мои платинки! Это только начало мега крутого сериала. Хотите знать, поженится ли эта пара? Как служатся их жизни? В чем вообще главный приколдесс? Тогда с вас 60 тысяч лайков под этим видео. И я подам вам вторую серию на блюдечке. И да, не забывайте писать комментарии. Только длинные, чтобы мне было интересно их читать. Все. Обожаю вас. Так, а теперь покажем колечки. Ага, хорошо. Улыбаемся. 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 Вместе навсегда. Вместе навсегда. Любимая, я тебя поздравляю. Это надо было сделать раньше. Этого вообще не надо было делать. Именно. Я рада, что между нами наконец-то полное взаимопонимание. Я тебя не задерживаю больше ни секунды. Какое совпадение. А я больше ни секунды не хочу видеть твою наглую рожу. А, да. Чуть не забыла. На. Себе оставь. Продашь хоть еды себе купишь. Ой, не волнуйся. Голодная не останусь. Да кому ты сдалась? Кто бы говорил. Счастья тебе овца. И тебе всех благ. Косми. Твою было судьбе. Все было судьбе. Гали-гали. Мы с тобой издевали. Гали-гали. А пара будет. И что ты думаешь? Весь совет директоров аплодировал моему проекту. С ума сойти. Ну и это еще не все. После фуршета ко мне подошел Генри Давидович. И предложил мне стать партнером. После подписания контракта. Милый, я так рада за тебя. Горжусь тобой. Ты и правда столько работал, чтобы добиться этого. За это и выпьем. Это еще что такое? Это мое предложение руки и сердца. Лолит, ты выйдешь за меня замуж? Лолит, можешь подумать, если надо. Я не тороплюсь ответом. Да. Да, это да или да, я подумаю? Да, я просто не была готова. Прости, что-то мне нехорошо. Официант, воды быстро. Котик, я буду очень скучать. Я тоже. А ты завтра поедешь смотреть нашу новую квартиру? Угу. Вечером после работы заеду. Уже договорился с риэлтором. Класс, у нас будет новая просторная квартира. Ну, это тоже ничего. Котик мой, ну сладкий. Тут даже для гардероба моего нет места. Не то, что для нас двоих. Эта квартира подходит разве что холостякам. А ты уже не один. Это да. Медвежонок мой, трудяжечка. Ну так стараешься для нас. Да. Работы и правда сейчас много. Ну, значит не буду донимать тебя своими тупыми звонками все две недели. Напишу, когда летела, что у меня все хорошо. А ты, как у тебя будет время, звони. Ага. Хорошо. Как раз отдохнешь от меня. Ой, такси уже приехало. Все, сладкий. Темки Бомкин. Хорошо вам с Викой отдохнуть. Спасибо, Масик мой. Не волнуйся. Буду вести себя как примерная девочка. Дорогая, как ты? Вот выпей. Спасибо, не надо. Все в порядке. Просто переволновалась. Я все понимаю. С ответом не тороплю. Кстати, я забыл рассказать. Завтра еду смотреть нам новую квартиру. Новую квартиру? Зачем? Как зачем? Чтобы жить в ней. Да я понимаю. А с этой что не так? Ну это же твоя. А я хочу нам новую. С новым ремонтом. Сделаем все там, как захотим. Деньги не проблема. Да я даже не знаю. Я как-то к этой привыкла. Выросла тут. Что с ней делать? Можем продать. Можем сдать. Можем детям оставить. Детям? Ну они же, наверное, будут у нас когда-то. Ну да, но все равно мне жалко эту. Дорогая, все что не делается, все к лучшему. Наверное, ты прав. Да, алло. Слушаю. Да, могу. Завтра? Во сколько? Понял. Генрих Давидович. Не беспокойтесь. Все будет готово. Да, до свидания. По работе? Да. Перенесли встречу завтра с заказчиком. С утра вылетаю в Японию. Стоп. У меня же завтра встреча с риелтором на это же время. Сейчас позвоню, попрошу перенести. Подожди. Так давай я вместо тебя съезжу, посмотрю квартиру. А ты справишься? Антон, мне не 15 лет. Ну с просмотром квартиры как-то уж справлюсь. Скинь мне просто контакты риелтора и я завтра съезжу. Я не это имел ввиду. Не злись. Все, давай спать, я устала. Ложись без меня пока. Мне нужно подготовить все на завтра. Алло, я уже на месте. Да-да, поднимайтесь. 35 этаж, квартира 777. Хорошо. Сейчас буду. Добрый день, Лолита. Здравствуйте, еще раз. Проходите, я уже начал показ первому человеку. Не знала, что еще кто-то смотрит, кроме меня. Так и буквально вчера вечером позвонил парень. Ну, я и решил убить двух зайцев одним махом. Что? Говорю, проходите, смотреть будем. Ой, не разувайтесь. А санузел, вы говорите, где? Сергей? Лолита? Сергей? ПОЮТ ПОЮТ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok